Издательство Эксмо Владимир Колычев Пустое сердце бьется ровно Глава первая Каждое действие должно нарываться на противодействие. Но в жизни законы физики работают далеко не всегда, и Леня Фольксваген этим нагло пользовался. «Отмотал срок за вымогательство, откинулся, сколотил банду из таких же недобитков и давай бизнесмена встроить. Только времена уже нынче не те, ментов работать заставляют, да и бизнес ощетинился рогами. На эти рога Леня буром и пер. «Как я сказал, так и будет!» — ревел он. Артур смотрел на него с презрительной усмешкой. Уж он-то знал, как вести себя с этой публикой. Сам когда-то за грехи молодости чалился, знал, каково это выйти на волю с волчьим билетом. Он и сам тогда мог банду собрать, возможности были, но ему хватило ума пойти другим путем. Но с бандитами дела иметь приходилось. И по-волчьи он умел выйти. «Смелый, да?» — ревел Фольксваген. «Так и тебя порву, и твоих баб!» Артур вскинул брови. «Каких баб?» — нет у него никого. Ни жены, ни детей. Ну, может, где-то внебрачный ребенок имеется, но так никто пока не предъявлял. Тридцать четыре года ему, вроде бы и не молодой, в этом возрасте у нормальных мужиков уже есть семьи, но Лене это касаться не должно. Даже в боях без правил существуют запрещенные приемы. А он решил вот так, по-живому. Типичный отморозок. «Видно, понимал Фольксваген, что так просто Артура не взять. С ним крепкие парни, все в строгих костюмах, у всех оружия. Если вдруг что, стрелять будут все на поражение, без малейшего сожаления. Вот потому и приходится угрожать по беспределу. «Кто там у тебя?» — разошелся Леня. «Дочь Лена», — усмехнулся Артур. Он сказал одно, но Фольксваген услышал другое. Но так Артур для того и играл словами, чтобы он ослышался. До одного места ему все угрозы, и Фольксваген должен это понять. «Дочь Лена?» «Иди нахер». Тихо, но хлестко сказал Артур. «Что ты сказал?» Фольксваген нашалел от возмущения. Он протянул к Артуру руку, чтобы схватить его за грудки, но получил кулаком в челюсть. Леня — мужик здоровый, мощный и ростом выше, и в плечах шире, кулаки пудовые. Артур выглядел куда скромнее. Но сила, она не в размерах, а в мышцах и в боевом духе. Фольксваген упал, но тут же поднялся. Он ошалело смотрел на Артура. Никак не рассчитывал он на такой отпор. Вся его звериная сущность требовала реванша. Но Артур ударил снова, и Фольксваген не смог отразить удар. А его быки не рыпались. Для этого Леня должен был дать команду. А это все равно, что на тюрьме, а когда бьют, обратиться за помощью к вертухаем. А сами по себе бандиты в бой не рвались. Уж больно их смущали каменные лица бойцов и службы безопасности. Их было всего полдюжины, но стреляли они быстро и метко. И в рукопашной с ними лучше не связываться. «Ну, падла!» Поднимаясь с места, заорал Фольксваген. Но Артур не позволил ему принять вертикальное положение. Он ударил его ногой, тут же добавил, а когда Леня упал, добил кулаком в голову. Фольксваген вытянул руку. «Заявка на пощаду!» «Еще раз увижу возле салона. Убью!» Сказал Артур. Леня кивнул, стал подниматься. Взгляд, как у побитой собаки, хвост поджат, и у тырки его стояли, опустив головы. Артур вложил в свои проекты душу и нервы. А денег сколько вбухано. Процесс только-только наладили. Кредиты еще только-только выплачивать начали. А тут какая-то погонь, 10% от прибыли и никаких проблем. И повод у Лени для наезда нашелся. Салон торговал германскими тачками, а у него кличка Фольксваген, типа родственная душа. А родственников типа нужно содержать. Пришлось поднимать людей, забивать стрелку, выезжать на разбор и выводить пацана из заблуждения. Стрелку забили в парке на окраине Москвы, неподалеку от салона. Место назвал Фольксваген, Артур согласился. Ему-то все равно, где опускать беспредельщиков. Он, когда в деле, сам становился отмороженным. В таком состоянии все равно, где убивать. В лесу, в парке или на Красной площади. «Еще увидимся», — буркнул Фольксваген, поворачиваясь к Артуру спиной. «Это-то и зря». Артур мог пристрелить его прямо сейчас. Похоже, Леня ничего не понял, и уходил он, чтобы отомстить. Нельзя его было отпускать. Но Артур за пистолет не схватился и выразительно посмотрел на Холщевникова. Тот кивнул. «Да, менты уже где-то рядом. Они примут бандитов по всей форме». Артур к этому делу привычный, а зам по безопасности — не очень. Костя Холщевников служил в ментовском спецназе, командовал взводом кучи самых настоящих боевых операций на счету, но в бандитских разборках он еще не участвовал. С ваххабитами в Чечне воевал, а с бандитами в средней полосе — нет. Ну так он мужик еще молодой, только-только 30 должно стукнуть. У него еще все впереди. Но Косте совсем не обязательно выезжать на такие вот разборки. Это Артур не мог без приключений. Он ментом никогда не был, у него свои понятия по жизни. Наехал бандит — поговори с ним, объясни, что ловить ему нечего, а если не понял, тогда уже можно в расход. Или в ментовку, как предложил Холщевников. Можно к ментам обращаться не вопрос, но сначала разбор и выяснение. Если человек все правильно понимает, зачем его ментам сдавать? Вольксваген не понял, что ж, пусть хлебает дерьмо полной ложкой. Далеко не уйдут, — сказал Костя. Артур пожал плечами. Вольксвагену место за решеткой — это факт. Но Артур мог и сам попасть под раздачу. Стволы у его бойцов легальные, но методы выяснения отношений не совсем законные. Драка, опять же. Нужно было свинчиваться с места как можно скорее. А погода шепчет. Весна, теплынь, зелень, яркая, ароматная, сиренью пахнет. И девушки... Девушка была одна. Она стояла у пышного куста сирени в белом спортивном костюме. Артур повернул к своей машине, а она завороженно смотрела на него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова